МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Знешняя экономичная деятельность больше просто и эффективна. Новый мытный кодекс Евразийского экономичного союза почнет дейничать с первого студеня на территории пяти краин. Путки выборщика, тематичные плакаты и вуличные растяжки. Регион рыхтуется до проведения выборов у Мясцовые советы. У Снежным Полония с наступствами Непагадзе змагались коммунальные и дорожные службы. МНС вратовывали школьный автобус. Дед Мороз и Львы Африки. У Гомельским цирку стартовала новогодняя премьера. А зараз об этой меньшим больше подробязна. Державных у Знагароду достойны 89 человек. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Простовники разных сфер дейностей узнагароджены орденами и медалями за шматгадовую пленную працу, узорное выполнение службовых обовязков, значные особистые уклады досягнутые поспехи. У приватности ордена Майчины третьей ступени узнагароджены директор Ксуп Брыльева Аркадь Кобрусяу. Народжение и выхование детей не меньше отказная праца. Орденом Мати узнагароджены 12 жихарок Гомельской и Гродзенской областей. У их лику выховальница Старосельского детячого сада Ветковского района Наталья Бабровникова. И мостатский керавник Капцевицкого сельского дома культуры Петрыковского районного центра культуры и народной творчасти Алена Житковец. Больше за 5800 участков для голосования створено в Беларуси на местных выборах. Такую информацию разместил Центр выборкам. Больше за все участков створено в Гомельской области 1022. Нагадаем, по 8-й студене уключна довжится вылучение кандидатов у депутаты. Зробить это можно шляхом сбора подписов от политических партий и от працованных коллективов. И в протяг темы. Кутки выборщика, тематичные плакаты и вуличные растяжки. Брахинский район рыхтуется до проведения выборов у Мясовой советы. Меж тем депутатский корпус, який был обраны 4 года тому, протягивает свою деятельность в обычайном режиме. С Мясовыми депутатами сустрелся Олег Синцерову. У поселку Камарын выборчий участок будет находиться в фойе культурно-спортивного центра. Вот тут будут места для членов комиссии, тут кабины для голосования и помощь, столы для назиральников. Кали мерковать по передних выборах, то о Камарине удел у голосования. Прямая кля 98% населительства. Поселок Камарын был первым населенным пунктом Беларуси, вызволенным от немецко-фашистских захопников. Отповедная и советская улада тут была одновлена ранее, чем на инших территориях. А в своим героичным минолом о Камарине памятуюсь. Али живут сучасным, акционерное товариство Камарынской, одно самых великих на Гомищине, неколе оно обеднало семь господарок и теперь займая площу о малю 750 квадратных километров. Директор Рыгор Анапреенко увесит час на объектах. Кали у целом по в области от кожной коровы сегодня плануется отримать 6000 литров молока, то у Камарынской меркует выйти на узровень 7100. Правда, вытворшие клопоты не предскажают директору выполнять и свои депутатские обовязки. По Брагинским районным совете он уже пять скликанил. Кажет, что на посяжении запрошают у всех керевников местных предприемств, а у депутата есть одна перевага, и он может не только слухать, а и выращать. Депутат голосует на сессии, принимает решения, от его зависит решение, которое принимают на сессии от руководителей, он как приглашенный, если он не является депутатом. Помимо этого, ведем же по графику прием граждан. У головного врача Брагинской районной больницы Игра Керене депутатский стаж борщ степлый. Свой значок его натримал только 4 года тому. Правда, на рынке депутатской деятельности такой относительно невеликий термин не уплывает. У Игра Керене есть часы с населением сосредоточиться и медицинскую базу района развивать. Сирот новаций в Голине, электронные рецепты, записи про интернет и дистанционное консультование на быте необходимого для районной больницы медицинского обсталевания, включающий пересованные у дымнику и выник работы депутата с областными районными уладами, на Брагинщине шмат сельского населения, которое повинно отримать гарантованную державу медицинскую допомогу в полном объеме. У нас есть передвижная медицинская амбулатория, что достаточно востребовано населением. И, конечно же, это обеспечивает доступность медицинской помощи именно отдаленным населенным пунктам, потому что наш район, его протяженность более 100 километров. И, конечно, система здравоохранения, она должна быть и адаптирована, и ориентирована, прежде всего, на первоочередное обслуживание именно сельских жителей. Александров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. С первого студента на территории пяти краин Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргыстана будет денежать мытный кодекс Евразийского экономического союза. С нововведениями субъекта у господарения ознайомили насустречу, которая прошла в гомельском филиале «Белмыц-сервису». Новое мытное законодавство распрацовано с уликами сучасного озрауния развития электронных технологий. И оно утримливает смены, корыстные для предпринимательников. Кодекс юридично замоцовывает махчимость для отделника внешней экономической деятельности при наявности электронного лечебного подписа выполнять большинство операций со своего компьютера про интернет и взаимодействовать с информационной системой мытного органа. Одночасово с этим новое законодавство позбавить субъекты господарения от необходимости представлять умытню документы, на подставе яких была заполнена электронная декларация. Предъявлять их треба будет только в таких выпадках, коли спрацуют профили «Рызыки». И это будут только те документы, якие вызначить информационная система, а не супрацовник мытни. У широку выпадков решения об регистрации декларации на товары и их выпуску могут приматься информационными системами автоматично, без уделу инспектора. Это и упрощение, и снижение времени. А это, за свою очередь, ведет за снижением и сдержек субъектов хозяйствования непосредственно для производства выпуска товара. Згодно с новым кодексом, час выпуска товара ускоротится до 4-х годин. Для поравнания заразных это потребуется больше за сутки. Дед Мороз заплати податок. С таким закликом доголовного святочного героя звернулися супрацовники податковой службы. Напереды дни Нового года и каляда у послуга веншаванне Деда Мороза и Снягурки становятся вельми популярной. Жадающие ее оказывать, перед тем, як отправиться разносить подарунки, повинны письмова поведомить про это податковую инспекцию и заплатить один и податок. При этом не треба регистроваться у якости индивидуальных предпринимательников, а так само предоставлять справоздачность и вести бухгалтерских улик. Это штычатся деянности музыкантов и танцоров, которые планыют працевать на новогодних святах. За подробностной информацией можно звернуться в податковую инспекцию Центрального района Гомеля по номеру 236740. Единый налог при оказании услуг музыкального обслуживания и поздравления с Новым годом ставка составляет 123 рубля. Ну, также многие жители у нас снимают свои новогодние корпоративы внутренние, поэтому видеосъемка составляет ставка единого налога 128 рублей. Фото, если кто-то хочет запечатлеть, 101 рубль в месяц. В Беларусь вернулася зима. Сене под уплывом активных атмосферных фронтов по усходе краины чекаются снегопады мятелица. У Гомельской в области объявлены оранжевый уровень небеспеки. Узмоцененная уборка снега в регионе распочалась еще в другой полове минулого дня. Работы не спынялись всю ночь, протягиваются и они и зараз. На линии выведено свыше 300 одинок техники. Зрасходовано больше, как тысяча тонн пешча на соляной сумесе. Однако целками одразу ликвидовать незручности на всех дорогах в области из-за беспиропинного снегопаду было немогчимо. На некоторых трассах утворился снежно-ледяный накат, а на особных участках снежные суметы. На жаль, не все водители смогли заховать пильность у складанных умовах на дворья. За минулые сутки в области зарегистровано 55 ДТЗ, у которых три человеки отрымали травмы. Держа автоинспекции увела план «Снежные заносы». Супрационники ДАИ просят у всех худельников дорожного руха быть, как мога, больше важливыми на дорозе. Сегодня, в 8-й године ранецы, в Брагинское районное подразделение МНС поступило поведомление об том, что увезцы «Красная Нива». У снежным сумете затрымался школьный аутобус с детьми. Аутобус накировался в среднюю школу в вёску «Маложен». У им находились 23 человеки, 20 яких дети во взросле от 4 до 17 годов. Вратовальники при допомозе специальных обсталеваний вызвалили транспортный сродок со снежного сумету. После супрационники МНС супроводили школьный аутобус до расчищенной дороги, и он протягнул свой шлях. Протягиваем выпуск. У Гомельским державным цирку стартовала новогодняя премьера «Дед Мороз и Львы Африки». На манеже поветранные гимнасты, акробаты, жанглёры, клоуны. Компанию им складают дрессированные собаки, кони и африканские львы. Цирк наведала наш корреспондент Вероника Ворошилина. Новогодняя программа «Дед Мороз и Львы Африки» – это незвычайная пригожая каска для детей и дорослых. Открывает святочное шоу, командный номер акробатов. Под куполом цирка они выполняют уникальные по складанности труки. На вышине девятиповерхового будинка артисты демонструют майстерство и спрыт и промышают в сердце глядача биться худшей. Воздушный полёт никогда не бывает лёгким, он всегда сложный жанр. В первую очередь это физически он сложный, в вторую очередь психологически и морально, потому что на такой высоте нужно собраться с духом и не просто один раз сделать, а именно делать это постоянно и каждый день, и оттачивается это всё на репетициях у нас в первую очередь. Акробатичные номеры изменяются потешными выступлениями клоунов, на маниже жертвованные парады, на репризы и гульни святочами. Далее свои уникальные сдольности демонструют поветренные гимнасты, жанглёры, майстри фигурного гигарования на роверах. Компанию складывают дрессированные тхары, которые грациозно выполняют самые складанные цирковые элементы. А ещё на маниже цирка разгортывается креативный номер с делом галлунного символа на доходящего года – собачая академия. У делу импримают четырехлапые артисты разных пород, померов и колеров. И они сидят за партами, ходят на задних лапах, робят сальто, танчат, а ещё демонструют свои веды у географии и математицы. У сходника Лары тут цирковое представление уносит конно-акробатичный аттракцион. На арене одинковая и групповая езда, сидя и стоя на конях на вельме высокой худкости. Экстремальные труки на высокородных породистых скакунах выполняют бесстрашные джигиты. Усполучение с осетинскими танцами, музыкой и народными костюмами – соправдная уходняя розыночка программы. Важно найти контакт с животным обязательно, и тогда как бы всё будет складываться. У нас у каждого партнёра свой конь, идёт очень тесный контакт с животным, поддаются легко, обучаются, потому что мы с ними работаем очень через понимание, ласку. Головный ж герой новогоднего циркового представления «Тыгр» и «Африканские львы». Их дрессировщик Хамада Кута, заслуженный артист Египты, академик циркового мастерства России и герой книги рекордов Гиннеса, как самый юный дрессировщик в свете. В первую клетку с львами он вышел в два года, а дрессурой драпежников начал займаться всем. Зараз за его пляшема больше, как 20 годов працы. По час выступлений, его полосатые косматые подопечные демонстрируют публице спрыт, силу и особливости своего характеру. Премьерная программа «Дед, мороз и львы Африки» в Гомельском державном цирку будет проходить до 14-го студеня. Загадковая подорожа, свет циркового мастерства, наполненный атмосферой чарауництва и пригод, подородили дачам приемное уражение и добрый святочный настрой. Вероника Ворошилина, Александр Харлампо, телерадио «Компания Гомель». У областным центра открылась выстава иконы святых писаний у сфонда гомельской епархии Белорусской православной церквы. Экспозиция разместилась у Палацы культуры чугуночников. Основы выставы складаются образы так званого белорусского народного икона 15-19-20-го стагодзеу. И он формировался як хатня, альбо семейный. Подобные иконы дарили новонародженным, ими благословляли нашлюб. Семейная икона передавалась с поколения у поколения, и заусюды находилась на гоноровом месте у доме. Белорусским народным иконам характерна малявничесть выкорыстания рослинных орнаментов. У той же час яны не позбавлены каноничностей, умалюнку атрибутов и элементов оденья. На выставе у гомеля представлено больше, как 30 икон подняпровского и полесского регионов, собранных епархиальным музеем. Многие прошли рестаурацию. Очень много икон поступает в очень тяжелом состоянии, обожженные, осыпавшиеся, покрытые копыти. Все это с помощью разных реставрационных методик икона приводится в хорошее состояние. Конечно, это не будет новая икона, но икона будет. Открывается тот образ, который видели наши отцы, наши деды. Как она писалась, икона эта. Православные верники сегодня означают День памяти Миколая-цудотворцы. Микола зимовый, так у народа называют свято, это день, когда святы спускаются на землю и благословляют маемость людей, застерогающие ее от разбуральной силы зимы. Святый Миколай изъявился на свет празд 270 годов после рожства Христова и стал самым ярким у васаблением христианской веры. У Беларуси десятки церквов и монастыров названы у гонор Миколая-цудотворцы. Сегодня у этих храмах простольное свято. У народа с его приходом распочинали рыхтоваться до колядов, а так само сваталися. ГТ, а так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова